В этом видео я расскажу, как правильно настроить частотный баланс трека с помощью нового айзотопозон. Привет, меня зовут Александр Марс, я преподаватель в школе электронной музыки XSSR Academy. Вы смотрите XSSR видеоблог. В одном из прошлых видео я рассказывал, вам о том, как создавался этот ремикс. На момент создания трека я на несколько недель уехал в другой город и у меня не было возможности работать в моей студии. Сроки поджимали и я должен был отдать качественный продукт в нужное время. Сегодня я расскажу, каким образом я добился достойного звучания микса вне своей студии. Одной из сложнейших задач для меня было хорошо свести проект, чтобы все частоты и инструменты были на своих местах. Это очень непросто, когда нет доступа к хорошему звуку. Стереополе и реверберацию можно построить в наушниках, а вот баланс инструментов, особенно на низких частотах. Было сделать намного сложнее. Как раз за несколько недель до начала работы над ремиксером вышел новый Айзотоп Озон 8. В наборе Озон появился новый плагин Тонал Баланс Контрол, который и помог в настройке частотного баланса трека. Тонал Баланс Контрол является своего рода анализатором, который показывает, насколько частотный баланс вашего микса отклонился от нужного уровня. Давайте посмотрим баланс трека до непосредственной работы. Для этого на мастер-шину самым последним плагином нужно загрузить Тонал Баланс Контрол. Вы увидите 4 полосы Low, Low-Mid, High-Mid и High-частот. Ваш трек должен в каждой полосе попасть в середину прямоугольника. В меню Target нужно выбрать, к какому направлению вы стремитесь. Bass Heavy, Modern, Orchestral. К примеру, в оркестровой музыке низкие частоты намного тише, чем в танцевальной. В этом плагине вы можете создать кривую, используя референс трек или же целый ряд референс композиций. Я загружу трек, в котором баланс частот кажется наиболее подходящим. Сейчас мы послушаем версию моего ремикса до этапа сведения. Обратите внимание на баланс частот. Проанализировав ремикс, я вижу, что у меня слишком мало Low-Mid частот, а вот High-Mid и высокие частоты звучат с избытком. Для более тонкого анализа вы можете использовать этот плагин в режиме Fine. Вам представлена спектральная кривая референс трека, а белая линия отображает баланс моего ремикса. Теперь у меня есть несколько вариантов исправить баланс частот. Первый. Закинуть на Master Equalizer и просто добавить частот там, где их не хватает и убрать там, где их много. Это очень простой, но не всегда действенный способ, так как, возможно, не хватает Low-Mid частот в каком-то одном инструменте. Второй способ. Настроить баланс громкости и эквализировать инструменты, которые в результате сложатся в нужный тональный баланс. Как понять, какой инструмент нуждается в дополнительной эквализации? На слух, конечно. Для новичков это бывает достаточно сложным процессом, поэтому я могу предложить очень интересный и способ. Переходим в режим Fine. И в местах, в которых кривая баланса выходит за рамки, нажмите клавишу Alt и кликните мышкой в нужной области. Вы услышите только частоты, находящиеся в выбранной области. Давайте послушаем диапазон от 6 до 10 килогерц. Что мы слышим? В первую очередь, высоких много на группе ритм секции. Очень интересная функция нового озона. Если у вас на каналах используются эквалайзеры айзотоп озон 8 или нейтрон 2, то эквализацию можно делать непосредственно в самом плагине Tonal Balance Control. Для этого в меню выберите нужный эквалайзер и теперь можно проводить обработку и смотреть, как меняется баланс частот. Сразу хотел бы заметить, что эквализацию необходимо выполнять на аппаратуре, которая не приукрашивает звук. В моем случае у меня под руками были только мои наушники AKG-772 и для коррекции их амплитудно-частотной характеристики я пользовался плагином из серии Reference 4 от SonarWorks. Вернемся к эквализации. Таким же образом я выполнял эквализацию и других инструментов, чтобы настроить правильный баланс частот. В результате в этом проекте я добавил эквализации на канале баса. Сделал более яркой главную партию брасов. Немного убрал в средних частотах на главном лиде. Сделал сап чуть тише и немного подрегулировал мастер-шину и так далее. В результате трек звучит более сбалансировано и корректно отыгрывается на различных системах. Помимо эквализации я провел работу над балансировкой громкости, которая производится на этапе сведения. Вы можете сравнить результат до изменения тонального баланса и после. Только советую слушать на хорошей аппаратуре, чтобы услышать реальную разницу. Использование этого плагина безусловно требует практики эквализации общего баланса громкости. Но в критической ситуации, когда нет возможности работать на хорошей студийной аппаратуре, Tonal Balance Control это хороший способ контролировать общий баланс трека. Напомню, что Tonal Balance Control входит в пакет iZotope Ozone 8. Вы можете скачать бесплатную, полнофункциональную триаловерсию на сайте iZotope.com. Ссылку я также продублирую в описании к этому видео. Многие, как и я раньше, настраивают баланс инструментов только на слух. Но не всегда бывает возможность хорошо мониторить композицию. Поэтому Tonal Balance Control это очень хороший выход, когда нет доступа к студии. В любом случае, настоятельно рекомендую просто хотя бы попробовать этот плагин. Напишите в комментариях о том, как вы настраиваете тональный баланс трека. Расскажите о своей собственной методике. А у меня на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. С вами был Александр Марс. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok